приветствую вас друзья на канале лего мастер сегодня у меня будет разбор мультиков которые вы присылали на конкурс анимации ли магия 2021 и так что же сегодня будет видео сегодня я буду разбирать ваши мультфильмы которые по тем или иным причинам не могут претендовать на призовые места и внимание все мультфильмы которые я сегодня упомянул я удаляю со своего канала и вы смело можете публиковать их на своих каналах и на других любых ресурсов а вот те мультики которые не войдут в сегодняшнее видео я пока удалять не буду и соответственно вы не можете их пока размещать у себя на своих ресурсах есть мультфильмы которые очень сильные есть мультфильмы которые очень слабые ну а также есть и мультфильмы более-менее и неплохие и не супер хорошие и поэтому естественно я могу их всех уже сравнить потому что знаю сильные и слабые стороны каждого мультфильма надеюсь что сегодняшнее видео будет интересно всем так как я пройдусь по каждому мультфильму которые выходят у нас из конкурсной гонки и отдельно о каждом поговорю укажу на недостатки итак начинаем с самого первого мультика который был опубликован на канале лего мастер в рамках конкурса ли магия мультфильм неудачный день что не понравилось мне в этом мультфильме во первых сразу бросается в глаза это качество качество картинки потому что разрешение всего 240 точек я рекомендую всем снимать full hd потому что картинка в таком качестве смотрится но очень плохо и мультик в результате проигрывает вот изначально по самой технике анимации особых тут претензий нет фигурка замечательно ходит двигается и по сути анимация здесь хорошая крепенькая один огромный минус это мигающий кадр я считаю что мультик вот с таким мигающим кадром уже не может просто изначально претендовать на какое-то призовое место потому что все-таки нужно осваивать технику стоп-моушен и избавляться вот от таких детских болезней мультик озвучен да нормально достаточно примитивно особых претензий у меня нет ну просто самая обычная озвучка тут больше наверное сказать и нечего сценарий непонятной и достаточно скучный как мне показалось и вот эти все минусы все вместе просто не дают мультику неудачный день шанса пройти дальше следующий мультфильм мультфильм зомби апокалипсис напомню что в условиях конкурса было пожелание чтобы сюжет был законченный то есть был начало конец и мультик не показывал какой-то кусок сериала вырванный из общего повествования когда ничего не понятно и вот именно эта проблема существует в этом мультфильме мультфильм создает впечатление что сделали его на коленке буквально там за полчаса мне это бросается сразу в глаза такая отмазка лишь бы сделать лишь бы поучаствовать по анимации что я могу сказать анимация крайне скудная при разговоре используется всего лишь один кадр когда просто сфотографировали растянули кадр и вот что-то они там говорят течение достаточно долгого времени ничего не происходит персонажи не двигаются это огромный минус озвучка по мне тихая невнятная тоже не поработали над озвучкой но это и понятно декорация декорации крайне скудны вы же сами видели все мультики которые участвовали в конкурсе и вы уже понимаете насколько богато можно снять мультик его богато показать здесь этого к сожалению не произошло по сценария но я уже сказал что мультфильм вырван из сериала и непонятно какая-то группа куда чего зачем что происходит ну просто мы видим военных зомби и они прорываются куда-то больше собственно наверное сказать и нечего история про снайпера сразу бросается в глаза что картинка само видео она квадратная она как бы прямоугольная но поля сверху и снизу делают картинку квадратной зачем это сделано почему но мультики опубликовал именно в таком виде потому что автор мне вот так прислал это уже огромный минус но давайте пойдемте дальше по анимации что тут можно увидеть анимация здесь слабенькая очень мало кадров из плюсов наверное попытка сделать какие-то декорации может быть не достаточно детализированные но они есть разные ракурсы применяются в принципе это неплохо даже по сценарию я могу сказать что он как бы есть даже это заявлено в самом названии мультфильма история про снайпер да у нас есть снайпер и вот рассказывает его достаточно простую историю но она все-таки есть озвучка на озвучка тоже присутствует но по мне она очень простая по сравнению с другими участниками конкурса и опять-таки минусов много и мы эту анимацию тоже с канал убираем потому что она явно не может соревноваться с другими анимациями освобождение сталинграда мы видим видео в черном-белом цвете видимо это сделано чтобы показать как будто это хроника какая-то военная работа начального уровня это сразу бросается в глаза все это снимается на полу в комнате мы видим часть интерьера комната в котором все это дело снимается анимации очень мало кадров поэтому она такая прерывистая пластины двигаются ну как я уже сказал анимация очень-очень начального уровня как такового здесь и сценария особого нет к сожалению понятно что этот мультик не может пройти дальше в конкурсе мы переходим к следующему мультфильму еще один мультфильм на военную тему и название тоже присутствует сталинград первое что сразу же делает первое что сразу же делает невозможным дальнейшее участие этого мультфильма в конкурсе это логотип мавари на весь экран в течение всего мультфильма что тут скажешь но кстати видео здесь уже full hd это замечательно и вы сразу видите разницу по сравнению с предыдущими работами картинка выглядит гораздо интереснее более насыщенно более четкая поговорим об анимации очень мало кадров прерывисто дергана переходим к следующему претенденту первое что хотел бы я сказать об этом мультфильме мне понравилась сама идея сама подача как будто фигурки живут своей жизнью пока их никто не видит идея может быть не новое но она мне симпатично анимации достаточно начального уровня очень плохая работа с освещением используется свет из окна как я понимаю по декорации у меня такое двоякое отношение по задумке она вот это вот лего вот эта сцена которая присутствует в кадре она находится в реальном мире и как бы эта задумка которая заложена была в сценарии поэтому к декорациям я тут придраться не могу кроме вот грязных пластин кстати если бы не дергалась пластина ее надо было как-то закрепить к столу то был бы гораздо комфортнее смотреть и мультик был бы немножко лучше для восприятия этот мультик я тоже удаляю с канала потому что он не проходит дальше по конкурсам фронтовая разведка неприятный глазу квадратный формат видео что по анимации очень мало кадров поэтому действие как в стробоскопе поэтому все фигурки двигаются очень дергана в ряде случаев мы видим автора который при съемках отражается в пластинах которые стоят на заднем фоне в левом нижнем углу мы видим как называется телефон на который все это дело снималось такие вещи я рекомендую убирать зачем это в мультфильме декорации но в принципе есть что-то какие-то кустики стоят но я бы не сказал что это супер декорации но тем не менее они есть озвучка как мне кажется не соответствует тому действию который происходит в кадре работа я считаю начального уровня есть над чем поработать есть попытка здесь движение камеры сделать это хорошо просто это надо делать уметь и как и в остальных работах здесь нужно просто больше тренироваться снимать и в будущем все получится кстати и сюжета здесь как такового по сути нет в тылу врага военный экшен анимация опять начального уровня очень мало кадров кадр дрыгается декорации присутствует но очень простенькие мне кажется что для конкурса можно было постараться что-то сделать более крутое сценарий очень простой хотя идея мне и близка разведчик проникает в тыл врага и в общем там действует конечно все портит вот сама анимация потому что нужно все-таки больше кадров делать чтобы она была более плавно задуматься над более четким как бы сюжетом в мультике действие происходит очень быстро потому что длина мультфильма практически одна минута и за одну минуту по сути ничего путного рассказать нельзя для начала это в принципе неплохая работа как и все работы они для начала неплохие но для конкурса это слабенько следующий братья сразу к сюжету сюжет странный непонятный какие-то приключения в школе видимо была какая-то идея но когда идея в голове автору все понятно а вот зрителю должно быть понятно точно также и мне кажется этот мультик не достиг этой цели если она в общем-то была но мне кажется она была потому что мультик рассказывает какую-то история к сожалению достаточно непонятно здесь повествование именно такое впечатление произвел на меня этот мультик кстати по картинке картинка приятненькая насыщенная но тем не менее присутствует и моргания и мигания и пальцы в кадре также виден стол на котором все это происходит кстати анимация мини фигурок вполне неплоха если убрать дергание пластинок дергание декораций то это смотрелось бы лучше из плюсов как ни странно это озвучка мультфильма приятную слуху но к сожалению этот мультфильм не проходит дальше в конкурс свет мигает в кадре озвучка в стиле пиу-пиу плюсик это то что на фон поставлены листы бумаги что-то нарисовано но в принципе это правильный подход может быть не очень качественная реализация но подход однозначно правильный движением мини фигурок не хватает количество кадров сцена в кадре бывает дергается постоянные мигание конечно это плохо ребята избавляйтесь это в первую очередь такое мигание в кадре это однозначный минус для любого мультфильма ну и автор практически шепчет слова для озвучки мультфильма надо было постараться двигаемся дальше добрые дела мультик напоминает мне какой-то социальный ролик идея мультика состоит в том что нужно делать добрые дела чтобы и добрых людей был побольше а злых поменьше но мне так показалось хорошие декорации много лего присутствует в кадре кстати сама картиночка тоже хорошие четкая насыщенная мне это нравится хорошего разрешения но опять-таки квадратный формат озвучка как таковая здесь отсутствует сценарий наверное есть но как таковой истории я здесь не вижу по анимации здесь явно виден дефицит кадров для начального мультика уровень очень неплохой на самом деле хотя в кадре там какие-то мелькания мигания есть но они не настолько критично приятный глазу картинка как я уже сказал чисто визуально она смотрится неплохо но к сожалению дальше в конкурсе эта работа не участвует банник против демона мультик потрясающий в том что плохо здесь все анимации очень слабо видимо автор хотел сделать все быстрее как это обычно бывает и соответственно экономил на движениях фигурок озвучка здесь является просто мелодия но к озвучке она имеет отношение мало декорации крайне скудны очень плохой свет видимо снималась при лампе но я бы поставил еще одну лампу потому что света явно недостаточно сценарий какая тут невероятная история рассказана к сожалению никакой не за что здесь зацепиться все-таки для конкурса нужно стараться перехожу к следующему видео к сожалению это не мультфильм потому что это больше походит на некое слайд-шоу и собственно это и не дает возможности дальше участвовать в конкурсе этому мультфильмах но потому что у нас все-таки конкурс анимации они слайд-шоу вот такая неприятная правда у мультфильма неплохой потенциал по анимации кстати именно такой комментарий я увидел под анимацией мультик производит в принципе неплохое впечатление по картинке портит логотип movavia также качество 360 точек все-таки full hd это наше все на данный момент очень хромает здесь сценарий сценарий явно слабенький по озвучке кстати неплохо по декорациям тоже анимации как я упомянул в принципе неплохая немножко потренироваться и фигурки будут ходить гораздо лучше гораздо плавнее здесь основная проблема со сценарием переходим к следующему мультфильму мне понравилась мне здесь озвучка хотя и тема stalker и звуки и stalker здесь присутствуют но персонажи озвучены здесь скажем так не очень хорошо по мне сценарий крайне простой неприхотливый но больше всего мне не понравилось здесь анимации потому что надо с фигурками уметь работать постоянно в качестве фона у нас используется коробка от конструктора но это недопустимо потому что смотрится плохо и общее впечатление мультик создает такой быстрые работы на скорую руку не доработано не продумано не могу я пропустить дальше в конкурс ну хотя бы по декорациям потому что задний фон все как бы сводит на нет и также естественно по анимации ну как я упоминал озвучка по сценарий спорить не буду мне кажется предыдущих минусов вполне достаточно чтобы не пропустить эту работу мультфильм горжусь родиной насколько я помню это первая работа автора и с такой формулировкой я думаю не буду в следующий раз пускать мультики на конкурс потому что первая работа не может быть просто по умолчанию хороший и достойный какого-то призового места и даже я бы сказал участие в конкурсе но надо быть справедливым и я могу сказать что для первого раза для первой анимации движение мини фигурок техники они в принципе неплохие нужно немножко потренироваться и все будет гораздо лучше потому что здесь потенциал есть но что самое здесь плохое это качество кадра это просто ужасно нужно менять технику к сожалению на которую снимался этот мультфильм то есть использовать более дорогую камеру более дорогой телефон ну что тут использовался потому что здесь это главный фактор по которому я не могу пропустить мультик потому что внешне это выглядит просто плохо декорации присутствуют но декорации слабенькие над звуком тоже всегда надо работать как я упоминал это первый мультфильм автора и для первого раза неплохо но плохо для конкурса перехожу к следующему еще одна первая работа первый мультик под названием неудачное ограбление в отличие от предыдущей работы здесь картинка радует глаз хорошая четкая насыщенная с освещением здесь сделано насколько я могу заметить все правильно кстати аж в 4к это все снималась по картинке по самой претензий никаких нет она мне нравится есть симпатичные кадры но анимации как таковой нет персонажи дергана двигаются и сюжет к сожалению который не может претендовать на призовое место и кстати с озвучкой тоже все плохо она в принципе отсутствует просто музыка следующему фильм зомби повсюду из минусов это квадратная картинка из плюсов это достаточно неплохое движение мини фигурок хотя можно сделать гораздо лучше потенциал в этом есть к сожалению здесь отсутствует история просто зомби ну какая-то небольшая зарисовочка не более того нет главных персонажей нет развития какого-то сюжета ну и мультик порядком минуты естественно какое здесь развитие сюжета и еще один минус это сама озвучка ее практически тоже нет отсутствие сценария не дает пройти этому мультику дальше последний бой честно сразу скажу что работа абсолютно не конкурсные хотя бы по отсутствует декораций а декорации мы оцениваем а раз их нет то и оценивать собственно ничего значит эта работа не конкурсная по анимации что могу сказать анимации явно не хватает кадров ну как и во всех предыдущих мультфильмов больше кадров надо делать здесь используется программное увеличение кадров сглаживания и она портит все однозначно если кадров мало то сглаживание вас никак не спасет это сразу видно и это сразу портит впечатление сценарий ну просто это по сути просто стрелялка озвучка слабенькая анимация слабенькая работу не пропускаю следующая работа мультфильм грэнни и как вы понимаете этот мультфильм тоже не проходит по конкурсу но почему а потому что сценарии здесь достаточно невнятной я понимаю что мультик по мотивам игры грэнни сам снимал несколько мультфильмов на эту тему но для конкурсной работы здесь сценарий невнятный невнятная история достаточно слабая анимация хотя для начала и неплохо по озвучке но озвучка тоже такого начального уровня достаточно блеклая картинка и как-то в этом мультике все скажем так начального уровня ну а раз начального уровня не могу пропустить дальше потому что есть работы гораздо сильнее и по качеству анимации и по вообще картинки как вот смотрится эта анимация какое впечатление производит и по сценарию по озвучке ну и так далее поэтому не пропускает дальше идем мультик удивителен тем что в нем отсутствует практически анимация она конечно есть но ее настолько мало что невозможно этот мультфильм оценивать именно как анимацию поэтому мультик и не проходит дальше по конкурсу по картинке картиночка приятненькая декорации присутствуют хотя все снято достаточно близко крупным планом и декорации практически не видно но может быть это и хорошо может быть деталей мало и поэтому пришлось так крупно брать все объекты сценарий тоже присутствует какая-то детективная история одна из самых слабых сторон это озвучка тоже с озвучкой поработать бы разных персонажей желательно чтобы озвучивали разные люди но главное это отсутствие анимации как я уже говорил и это не дает мне право пропустить эту работу дальше следующее битва экзорцистов интересный мультик отличные декорации хороший монтаж анимации в принципе неплохая можно было улучшить в принципе повторюсь неплохая хорошая озвучка интересная необычная история но есть один глобальный минус в этой анимации как и говорили авторы этого мультфильма главное участие а соблюдение условий конкурса для них это не главное и поэтому они не сделали законченный сюжет преднамеренно к сожалению не очень правильной позиции как мне кажется но тем не менее мультик я на канал выложил видимо цель они свою достигли я же своей цели к сожалению не достиг я не увидел интересной полной истории потому что это какой-то обрывок к сожалению и поэтому работа не конкурсная дальше она не проходит возвращение таноса короткий мультик про супергероев что же не дало пройти этой работе дальше по конкурсу ну и естественно бросается в глаза отсутствует декораций по сути вся история здесь сделана на мини фигурках а я упоминал что декорации оцениваться будут так вот здесь оценивать нечего вот к сожалению поэтому работа и не проходят еще один минус это озвучка в ряде случаев просто отсутствует какой-либо звук вообще следующая работа анимации мини фигурок и хорошие явно автор постарался делать много кадров декорации простенькие но главное что мне не понравился это сценарий до идея пограничника которые останавливают толпу немцев но все это как-то растянуто подача такая странная мне кажется самое хилое самые слабые страна этого мультфильма именно сценарий и еще один минусик это озвучка немцы как оглашенные орут какой-то несоответствии то что мы видим то что мы слышим вот но попытка неплохая на самом деле хорошая работа с анимацией мини фигурок а поскольку слабый сценарий со звуком что-то не то декорации не ахти какие на одной анимации этот мультик вылезти не может и как бы я его зарубаю дальше он не пойдет потому что есть работы более достойные но повторюсь попытка хорошая stalker встреча с бандитами как вы уже поняли этот мультик не пройдет дальше по конкурсу причина очень простая это полное отсутствие сценария полное отсутствие какой-либо история да тут конечно произошла встреча перестрелка но вы сами понимаете что эта история не для конкурса анимации к сожалению сценарий не позволяет эту работу пропустить дальше а вот по анимации я могу сказать вполне приличная работа как и декорации но озвучка более-менее думаю что если бы вот эту историю как-то начать интересненько интересно закончить посередине вот эту перестрелочку поставить то было бы гораздо интереснее и мультик уже шел бы наверное не чуть больше минуты а скажем минуты 3-4 и был бы гораздо интереснее смотреть ну соответственно надо было немножко побольше потрудиться тут истории нет переходим к следующему мультфильму acp секретная лаборатория раз этот мультик появился в этом видео значит дальше он не проходит но пару слов о нем я должен сказать это обязательно во первых в глаза бросается слабость анимации в плане хождение мини-фигурок все они дергаются это минус и это однозначно на конкурс уже не проходит по декорациям принципе они присутствуют и достаточно неплохо тут все-таки особо ничего не придумаешь наверно лаборатории коридоры но минус в декорациях это когда видны верхние детали то есть стены немножко недостроена и это попадает в кадр это не есть очень хорошо но и себе эта тема достаточно заезженная но отказать я не мог естественно выложил мультик и вот если глобально на него смотреть то в принципе мульт неплохой но проблемки с анимацией и кадров мало и фигурки дергаются и статичные сцены присутствуют к сожалению работа не проходит дальше неудачная попытка мультфильм про ограбление банка и как вы понимаете по названию эту не получилось у главных героев мультик не проходит потому что сюжет крайне простой не конкурсной по сути истории ни о чем приехали в банк там их арестовали примерно так никакой драматургии здесь в общем то не пахнет но я обязан упомянуть анимацию анимации здесь на достаточно приличном уровне некоторые подергивания есть достаточно быстро по моему мнению двигаются иногда персонажи добавить немножко кадров помедленнее немножко сделать движение мини фигурок и будет отлично декорации простенькие хотя и соответствует по сути самому сюжету общее впечатление мультик создает что очень быстро его сделали плюсик хорошая анимация минус это отсутствие меняемого достаточно интересного сценария но работа глобально слабая анимация на хорошем уровне ну что ж друзья я посмотрел примерно половина мультфильмов которые участвовали в конкурсе ли магия 2021 и все мультфильмы которые сегодня я показал в этом видео я удаляю с канала и повторюсь вы смело можете их публиковать на своих ресурсах мультфильмы которые не попали в это видео появятся в следующем разборе да будет еще вторая волна еще будет отсев работ ну а пока на этом у меня все всем удачи всем пока увидимся в следующем видео